Тестовое упражнение, ставим человека, стоит вольно, как ему заблагорассудится, при этом никакого сопротивления не оказывает. Человек, которого тестирует, подходит к нему и должен разными способами, не повторяясь, свалить его с ног, вывести из равновесия. Так вот, если человека необученного, не то что необученного, а человека, который первый раз делает это упражнение, его хватает буквально 4-5-6 раз, это так не повторяется. Потом начинаются повторы, начинается раздумья, ходит вокруг, думает, что еще предложить, а если вот так, не получается, если вот так, не получается. Открою небольшой секрет, как подходить к данному упражнению, как это выглядит, надо подойти к упражнению системно, то есть нам нужен системный подход во всем, если мы занимаемся системой, мы должны системно мыслить. Вот у меня есть человек, которого я должен разными способами вывести из равновесия. Ну вот я не буду сейчас так, а вот тут дернул, там дернул, там дернул, я подхожу к вопросу системно. Мне надо сделать некую схему, по которой я буду идти, тогда у меня не будет ни повторок, и я охвачу полный диапазон тех знаний и умений, которые во мне уже залезут. Начинаю. Такую схему предлагаю я. Начинаем от ступней. Так, каким образом я могу вывести человека с помощью его ступней? Своими руками, своими ногами, спереди, сбоку, сзади. Отрабатываю человеку ступней. Это могут быть различные варианты, я вам сейчас полный спектр показывать не буду, потому что на прошлом занятии 3 человека, у нас не хватило 2 часа, чтобы полностью пробежаться по человеку. То есть мы остановились где-то на середине головы, при этом руки вообще еще не затрагивали. Но я вам покажу, как идти. Ну, допустим, ступни. Ну, самое простое, наступил и толкнул в какую-то сторону, вы его изговорились. Понятно, что там какие-то вот эти вот моменты могут присутствовать. Вот. Опять же говорю, что я могу руками сделать, что ногами, что спереди, что сбоку, что сзади. Пошли дальше. Что у нас следующее? Да? Раз на нее можем воздействовать? Можем. Где-то отсюда можем воздействовать? Можем. При этом не обязательно его додавливать в том движении. Я движение здесь задал, а здесь подхватил. То есть вопросов нет. Но начал-то оттуда. Дальше. Колени. Что я могу сделать с коленем? Чему меня уже научили? Ну, допустим, показывали, как бы, лоу-кик с выходом в этот, от маступания, оттуда и отработка дальнейшего. Сзади. Чему меня уже научили? Что я еще могу сделать с этой областью? Заход большим пальцем. Вкручивание в подколенную яму. С понижением, с додавливанием где-то здесь. Входы в икроножную мышцу. Дальше докручиваем человека, добираем. Поехали дальше. Здесь я могу. Мне показывали пару сил. Могу я его крутить? Могу. Это отсюда, это к себе. На каком уровне это можно применить еще? И область таза. И область плеч. И голова. И некоторые еще другие вещи. Область такие паховые области, заходы сюда. Развороты с переходом на последующие действия. Это я вам не весь диапазон показываю. Ребята, я вам еще раз говорю. Нам не хватило полностью тренировки, чтобы пробежаться полностью. Это два часа. Три человека. Не такое же большое количество. Прихватили. Захватили. Крутнули, понизили. Раз. Собрали. Закрутили. Понизили. Болезненно дальше не идут. Это только тело спереди. А у нас еще есть, когда мы можем сзади. Эти области какие? Пробивание, продавливающие удары. На жопу садят с учетом угла устойчивости. Здесь. Сиски. Подмышки тоже самое. Или развернули человека и осадили. Голова, клонтай. Просто кладец. Огромнейший мешок вот этих возможностей. Борода. Что с вами? Шея. Заходы. Добирание. Кадык. Добирание. Тьма тьмучая. Здесь. Здесь заходы. Вот. Хотите точки работать? Точки работать. Хотите механика? Механика. Здесь. 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 Что делаю? Какую цель преследовать? Или запрокинуть голову. Или развернуть ему голову. Да? Разворачиванием головы. Зашел в нерв. Крутнул. На себя ломанул. Добрал. Глаза. Квариноса. Уши. Волосы. Сзади здесь дернули по углу устойчивости. Здесь выдернули. С помощью ног. Пожалуйста. Здесь отдали. Здесь забрали. Как пример. Руки. В общем, вот такой. Если подход вы включите. Ну, во-первых. Системное мышление. Структурировали какую-то, да? Задачу. Плюс ко всему. Вы отрабатываете весь диапазон тех знаний и тех умений. То есть, сами себе задаете вопрос. Что я могу на этом уровне? Что я могу сделать на этом уровне? Руками. Ногами. Жопой. Плечами. Головой. Да чем угодно. То есть, себя рассматриваете. Как здесь что-то. А вышли туда. Комбинация этих воздействий. То есть, такой вот для творчества диапазон вод. Продолжение следует.